если вы хотите смотреть все что мы снимаем полные версии видео все что происходит за кадром получает скидки от наших партнеров на строй материалы и строительство скидки на обучение от нас все это доступно по рассылке попасть нее можно по ссылке под видео ну зима то дождь то снег никакой работы вот сегодня хоть немножко есть чуть-чуть подморозило слякоти такой нету и погода вполне хорошая сегодня самое то работа шоу работ ребятам очень повезло у них росли две елочки причем две елочки такие пропорциональные красивые не какие-то ущербные не нужно елку покупать на новый год вот такая елочка и вот такая елочка привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по уму настройки мы продолжаем отделывать сайдингом газобетонный дом зимой 2017 года сегодня у нас первый дефис 3 рабочий день по монтажу сайдинг почему здесь делается сайдинг не другой вид отделки но смотрите газобетонный дом чем его можно отделать какие у нас существуют вариант первое сайдинг второе имитатор бруса третье пластиковые панели под камень под кирпич под что-то еще четвертое такие композитные не пластиковые но они из плоского шифера сделаны короче из искусственного камня панели потом он можно обложить кирпичом обклеить клинкером или штукатурка но теперь разберемся сколько все это стоит потому что в первую очередь вот на данном объекте у людей стоит задача бюджет то есть на первом месте это все-таки деньги когда вопрос денег не стоит тогда можно выбирать ну ходите выбирать и так у нас здесь 250 квадратных метров фасада нужно закрыть сколько стоит сайдинг сайдинг у нас состоит из двух элементов это сам сайдинг и планки аксессуары сам сайдинг как правило рекламируют везде и он стоит но относительно недорого примерно половину стоимости стоят планки в этом как бы бюджете так что если вы в интернете посмотрите сколько стоит панель сайдинга и подумаете о она стоит всего 100 рублей я свой фасад за два за там за 20 тысяч обошью нет нужно купить аксессуары нужно купить уголки и так далее они стоят дороже на них собственно и зарабатывают на сайдинге никто не зарабатывает зарабатывается он на планках так вот вот сайдинг который мы выбрали то есть сайдинг бывает условно горят двух категорий недорогой и дорогой дорогой сайдинг в россии практически не мало кто использует он стоит просто он стоит уже заходит по цене на территории других отделочных материалов которые больше любят в россии чем сайдинг поэтому дорогой сайдинг у нас не очень распространен практически весь сайдинг который у нас продается он примерно одинаково стоит но выбирать все и но из-за того что он стоит одинаково ну примерно одинаково все-таки выбирать есть из чего и есть по каким причинам но я расскажу почему мы выбрали этот сайдинг вы для себя соответственно поймете каким образом вообще выбирается сайдинг и так значит цена примерно одинаковая не сильно зависит от производителей стоимость квадратного метра сайдинг плюс аксессуары среднем где-то 270 300 рублей за квадратный метр то есть на наши 250 квадратов точную смету вы можете скачать в описании под видео значит на наш дом условно говоря ушло 75 тысяч рублей стоимость работ стоимость работ составляет 400 рублей плюс окна ну в среднем будем считать 500 рублей за квадратный метр 250 умножить на 500 125 тысяч рублей ну плюс скидочка короче 100 тысяч рублей стоят работы чтобы вот сделать обшить 250 квадратов сайдинга и того получается 175 тысяч рублей и мы вот такой газобетонный дом имеем в сайдинге 175 тысяч рублей следующая у нас альтернатива это имитатор бруса имитатор бруса не крашены стоит а 400 500 600 рублей но его все равно нужно покрасить обработать защитить покрашенные готовый он стоит 800 900 если вы будете сами красить это будет то же самое 800 900 плюс выбраковка то что вы купите например 100 квадратов имитатора из него вы точно процентов 10 выбросите не сможете использовать что он будет кривой это же дерево с деревом всегда лотерея короче 1000 рублей за квадрат получается по материалу обшить имитатора деревяшкой по работам примерно то же самое что сайдинг где-то 500 рублей за квадрат но получается что 250 квадратов это 250 тысяч на материалы и 100 тысяч за работы получается уже 350 это ровно в два раза дороже чем сайдинг 175 или 350 следующие это панели различные пластиковые панели стартуют за квадратный метр тоже где-то в районе 1200 1300 и это уже только за материал порядка 400 тысяч работы стоит столько же получается где-то 550 кирпич клинкер я вообще не беру потому что там почти 2000 за квадрат стоит работа плюс порядка там от 600 до 2000 стоят материалы короче чтобы в кирпиче этот дом обшить это в любом случае бюджет 800 плюс чтобы штукатурка штукатурка стоит где-то в полутора двух тысяч рублей две тысячи рублей работа с материалами этот дом штукатурки будет стоить плюс работы по окнам где-то 700 600 700 тысяч вот друзья так что по цене по по деньгам сделать дом самым доступным сейчас вот 2017 году способом является материалом и он нормально выглядит является сайдинг 175 тысяч против самого дешевого следующего ну самый доступный следующий шаг это деревяшка деревянный имитатор бруса это уже триста семьдесят пять тысяч рублей но все до доль до все остальное все больше и больше и больше в разы каким образом мы выбрали сайдинг и как он выбирается значит среди производителей производители делятся как бы на два лагеря те которые совсем делают из такого плохого пластика сайдинг он очень колки крошится ломается очень много брака получается в процессе работы поэтому вот мы не выбираем там самый дешевый сайдинг потому что там разница небольшая получается а между нормальным сайдингом и самым-самым дешевым вот помимо того что из чего собственно делается сам сайдинг как выбрать сайдинг для меня самое важное ну скажем с пластиком все уже в порядке он достаточно мягкий он количество брака сломанных элементов у нас отсутствует то есть меня это устраивает следующий момент который при отделке надо учитывать этот цвет вот он свет соответственно важно чтобы производитель красил свой сайдинг в цвета по палитре рау почему потому что все стеклопакеты всех вся крыша вся крыша все краски имеют колеровку рау и абсурдно когда сайдинг имеет другую колеровку то есть коричневый цвет сайдинги он должен совпадать с коричневым цветом в окнах в крыше и в краске а это кстати не у всех происходит мы выбрали вот этот сайдинг именно за того что у него полностью вся колеровка совпадает с рау то есть нам нужен был коричневый цвет именно вот такой паралу это 8017 раут 8017 и он сто процентов совпадает мы покрасили и свесы в этот коричневый и металлочерепица у нас такая и самое главное что у нас окна такие такой цвет вот другие про его других производителей коричневый цвет он другой и он от ли а отличается вот соответственно здесь и белый цвет такой как у стеклопакетов если белый цвет выбирать для обналички ну и другие цена цвета тоже так что выбирая сайдинг внимательно смотрите на цветовую гамму не только самого сайдинга сайдинг может быть любого цвета смотрите на цветовую гамму планок планки это углы аж рейки соединительные финишные то есть аксессуары сайдинга должны краситься по палитре рал на нашем объекте здесь использовался используется сайдинг винилон он продается в стройбазе петрович которая которой мы пользуемся вот соответственно да важно чтобы еще сайдинг можно было купить потому что если вы найдете самый лучший в мире сайдинг но его нигде не купить он продается в одном месте такой сайдинг не нужен у нас здесь рабочий повредил планку мы поехали в петрович купили планку привезли никаких проблем нету не надо ехать там в город бас петрович полно вокруг чего начинается монтаж сайдинга в общем первое что нужно первое что монтируется это планки это углы это вот такие аж рейки вот такие аж рейки и это наличники на окна на окна и на двери то есть все проемы почему потому что потом вот эти пазы пазы этих элементов будет непосредственно устанавливаться сам сайдинг то есть монтаж сайдинга это последняя операция в монтаже сайдинга первым делом монтируются планки в принципе если рабочих монтажников достаточное количество то это делается одновременно если это вот как в нашем случае двое они это делают ну в принципе тоже какие-то операции одновременно какие-то операции вдвоем одну операцию по очереди угловой элемент монтируется достаточно просто отмечается высота отмечается вот берется вот здесь расстояние в сантиметр вот чтобы до отлива был сантиметр до верха чтобы было пол сантиметра вот и прикручивается на клопы этот элемент есть особенность одна у все горизонтальные элементы в сайдинге ой вертикальные элементы крутятся так самый первый на самом верху отсюда просто не будет видно на самом верху самый первый саморез крутится самую верхнюю часть вот все остальные элементы крутятся в серединку и либо в любое другое место сайдинг имеет определенную длину у разных производителей эта длина разная соответственно если нам нужно закрыть стену длинную стать сайдинг нужно как-то стыковать стыкуется он двумя способами либо просто вот так вот внахлёст и тогда у нас виден стык но он виден у нас с одной стороны виден с другой стороны не виден вот соответственно если с одной стороны дома мы смотрим стена у нас такая себя аккуратненько если мы начинаем смотреть с другой стороны мы видим эти стыки в этом их минус но можно его вот в разбежку то есть обрезков самого сайдинга нет вот приданно при такой спорта при таком способе соединения можно соединять с помощью вот таких планок это так называемая аж планка н планка когда сайдинг с двух сторон вставляется в нее минусом этого способа является то что если мы саде хотим соединить вот это вот аж планкой то соответственно сайдинг у нас весь подрезается под эту аж планку и получается очень много обрезков когда в разбежку когда мы просто стыкуем сайдинг то получается что мы цельную панель зацепили следующую зацепили обрезали и с этого кусочка здесь начали и без обрезков идем когда аж планка у нас все подрезается под нее вот но получается с аж планкой можно сказать более аккуратно что ли что у нас нету вот стыков на стене аж планки бывают разных цветов здесь у нас используется две два вида коричневая и в цвет самого сайдинга сейчас другой стороны покажу как в цвет выглядит здесь по дизайну выбрали коричневую здесь тоже коричневая здесь решили просто в нахлёст вот так выглядит аж планка в цвет сайдинга вот это на фасаде чтобы не делать не делать нахлёст и решили что вот здесь будет аж планкой коричневой соединяться а вот здесь вот где окна цвет сайдинга 158 и внизу сантиметр верху пол сантиметра зачем эти сантиметры нужны на расширение потому что это пластик и наша зима он самый скукоженный плюс для вентиляции чтобы сюда вот попадала попадал воздух под сайдинга вое пространство и крутится точно так же на клопы как и углы самый верхний элемент сам вверху крутится самый верх монтаж наличников начинается замеров самого проема конечно же когда монтировали этот проем известен когда монтировали вот обрешетку доски тоже замеряли но любом в любом случае нужно замерять по факту мало ли чего там доска увеличилась на пару миллиметров из-за чего там намокла и так далее то есть перед монтажом непосредственно самих наличников они еще называются около оконной планки обязательно нужно замерить проем четко замеряется он по доске потому что монтируется у нас по доске вот покажи там от одной деревяшки до другой все и все размеры записываются для отделки окна используются два элемента из аксессуаров сайдинга это околооконный профиль вот и и финишная планка вот она каких-то других элементов нет около оконный профиль есть еще наличник значит наличник от около оконного профиля отличается тем что элемент аксессуар наличник он заканчивается у нас вот здесь вот то есть он закрывает только фасадную часть и вот эту часть это углубление нужно отделывать чем-то другим около оконный профиль он состоит и из наличника и из вот этой вот пластиковой части которая достаточно большая в нашем случае она 22 сантиметра вот с упаковки около оконный профиль так фокус ширина рабочей панели вот ширина ширина рабочей панели 22 сантиметра длина самого профиля 360 но важно вот вот эта ширина вот эта ширина покажи вот потому что мы его подрезаем в зависимости от глубины и отделки в сайдинге в разных у разных моделей сайдинга вот эта рабочая длина ширина она разная здесь она наверно по моему самая большая 22 сантиметра ни у кого нет и так первым из этих двух элементов монтируется финишная планочка в нее вставляется околооконный профиль и держится за эту финишную планочку снизу у нас нету финишной потому что здесь будет устанавливаться металлический отлив и он закроет нижний околооконный профиль сейчас я вам покажу это на другом окне уже сделано вот у нас с этой стороны окна уже сделаны и мы видим что вот здесь не закреплен еще отлив вот у нас металлический отлив он заводится под окно и закрывает нижний околооконный профиль поэтому здесь монтировать финишную не нужно все отмерили нам нужно три элемента две боковушки 1 сверху мы все режем болгаркой во-первых потому что сейчас зима во-вторых это и даже летом получается очень точно и быстро чем пластиковыми ножницами о чем ножницами по металлу потому что когда ножницами режешь все равно есть возможность что сайдинг просто треснет в каком-то не том направлении видите чтобы нам стыковать остыковать планочки мы зарезаем края под 45 градусов на одной планах и на другой и они стыкуются ровненько вот в уголке но сейчас вы это все увидите покажи вот они готовы уже все под 45 градусов за первую листку установить 1 становится верхняя прям впритык к окну давай покажем как они стыкуются да друзья когда перед тем как монтировать планки когда вы делаете замеры здесь на окне когда она пенилась там устанавливалась торчат кусочки пены короче нужно зачистить чтобы ничего не мешало вот вот эти вот всякие штуки счистить то что сайдинг короче нужно сначала все зачистить потом уже монтировать планки так все застыковали под 45 обратите внимание мы в данном случае крутим на большие саморезы для гипсокартона для чего не с широкой шляпкой как сам сайдинг а вот именно такими саморезами для того чтобы нам крутили для того чтобы нам пройти четверть вот она сделана из утеплителя четверть и мы саморезом проходим сквозь пенополистирол и закручиваемся прям в газобетон чтобы здесь не городить деревянную обрешетку и крутиться клопами маленькими саморезиками к ней мы планку крепим газобетону и саморез длинный нужен чтобы пройти утеплитель и закрутиться в газобетон все три планочки у нас финишные установлены как вы видите внизу они упираются в газобетон вверху они упираются друг в дружку расскажи что ты делаешь сейчас снимаю откос полуоконного профиля и ширину откоса ты смотришь глубину до глубину чтобы отрезать лишнее от около оконного профиля в нашем случае это сколько здесь десять с половиной мы берем всегда на 5 миллиметров короче чтоб ход был свободны все для расширения берем около оконный профиль наноси разметку что у нас динамичные съемки были а это размеры когда снимали размер самого проема то есть сначала сейчас подготовим элементы по длине обрежем считая от каркаса прибавляем по 15 сантиметров а я кстати за это забыл сказать значит те размеры проема которые сделали взяли нужно к этим размером прибавить 15 сантиметров и отнять 5 миллиметров зачем это нужно сейчас пока там разметка ведется я вам объясню вот у нас имеется проем например он один метр зачем мы прибавляем к нему 15 сантиметров потому что вот это расстояние вот это расстояние семь с половиной у сайдинга соответственно он больше проема будет торчать у нас вот в этом на семь с половиной два раза по семь с половиной получается 15 сантиметров зачем отнимать пол сантиметра 5 миллиметров это получается по два с половиной миллиметра с каждой стороны вот они здесь имеются для того чтобы иметь возможность расширяться так как мы сейчас монтируем зимой вот сейчас это выглядит вот так этого это мало кто заметит но у нас есть здесь небольшой как бы вроде как косичок то есть уголок у нас немножко не сходится так вот летом когда сайдинг нагреется и расширится у нас это все соединится в четкий угол сожалению сайдингом по другому никак вы все равно вот на этот небольшой 2 2 с половиной миллиметровый нестыковочные моментик не обратите внимание когда находитесь снаружи и ходите вокруг окон уже не присматривайтесь к ним но если этого не сделать если это сделать прям впритык что у нас вот эти элементы просто упрутся друг в друга то летом при расширении вот эта планка она пойдет волной и это уж будет видно даже не вооруженным взглядом поэтому чтобы нам отрезать размер вот этой вот планки размер проема плюс 15 сантиметров минус пол сантиметра все и вот такое раз такого расстояния такой длины отрезаем все четыре ой все три нет все четыре элемента надо рассказать про 2 с половиной сантиметра то что мы брали откоса полуоконного профиля 10 с половиной берем замер с учетом того то что у нас есть еще два с половиной добавлять это ширина идет для вставления сайдинга и основных креплений поясню на окне мы замерили глубину вот эту глубину чтобы отрезать так вот вот к этой глубине к нашим замерам нужно прибавить еще два с половиной сантиметра потому что сама сама колокольный профиль он видел идет докуда то есть он торчит на два с половиной сантиметра больше чем глубина проема на подготовленную планку вот за всеми вырезами я про эти вырезы вам чуть позже расскажу значит если честно я в видео даже не знаю как вам рассказать вот про все вот эти надрезы которые нужно делать на планке на это проще посмотреть в инструкцию производителя это все отрисовано где что отрезать я вам просто покажу как это визуально выглядит это у нас боковая планка так выглядит вот и вот так выглядит у нас в нижняя нижняя часть то есть вот как это все отрезать смотрите в инструкции к сайдингу вот как это визуально выглядит вот в живую я вам показываю и так как мы вставляем вот этой частью финишную финишную планочку здесь нужно сделать насечки которые позволят защелкнуть как бы будет замочек у нас нет с собой здесь сейчас просекатели а в других сюжетах покажу как это делать просекателем специально мы делаем это по нашему как это называется короче мы придумали эту штуку наш монтажник придумал эту штуку поэтому мы вот сейчас я покажу как как мы делаем эти насечки эти замочки язычки которые за щелкиваются берете ножницы по металлу и делаете значит шириной сантиметр и 3 миллиметра 4 4 все откусили такие и загибать то на ломается ну сейчас вы давайте с вами нашим вы лишь покажете метод зимнего монтажа сейчас у нас зима если его загнуть не не разогрев зажигалкой то он сломается просто секунду 2 наверно да садинка начинает быть мягким и все зашибись получается кстати если делать специальным просекателем для сайдинга то в зимних условиях он тоже просто прокусывает и пола вот ям это тоже других сюжетах про просекатель расскажу покажу вот просекатель делает точно такие же засечки вот он тоже как бы просекает и загибает получается язычок и зимой этот язычок ломается все равно зажигалкой нужно подогреть либо нужно в теплое помещение это делать вот наш способ он проще и то что не надо покупать от просекатель профессиональный инструмент его еще в магазинах не купишь нужно ехать специальные компании а вот так такой замочек можно сделать на месте и замочек вот замочек он вставляется финишную планку а финишная планка там как бы закрученная в такой рогалик она защелкивается сейчас давай защелкивать вот она защелкнулась и она держит четко как замочек а просекателем делаешь на морозе она отламывается но это да я сказал что просекателем отламывается для чего это нужно что когда вы касаетесь угла наличника то оттуда выскакивает если просто вставить в планку финишную вот видите вот сделал еще раз это движение вот если как-то зацепите вы либо ну как правило это происходит когда кто-то зацепился за окно то она выскакивает из финишной а когда дело если без замочков делать если с замочком то замочком уже не выскочит никогда она и не отламывается она припаялась по просекателем умные зло будет черчи монтажник лёха говорит что зажигалка и ножницы по металлу гораздо лучше чем просекатель но в зимних условиях летом то просекателем быстрее конечно щелкать зимой конечно нужно зажигалка обязательно пластик не загнуть все и мы все элементы собираем начиная сверху верхний элемент ставили в боковушки как бы сверху вниз идем они просто вставляются пока ничего не крутим просто как бы вот собираем фиксируем за прикрученную уже финишную планочку уже достаточно жестко все стоит все и нижний элемент друзья вырезы смотрите в инструкции здесь обратите внимание что у нижней планки мы не зарезали под 45 градусов под 45 зарезая зарезается только у верхнюю лег заведи под нее вот видно вот вот тогда все потому что это пластик он от температуры начинает гулять если оба элемента под 45 градусов зарезать то будет видна щель когда у нас только верхний зарезан но по-моему в инструкции производителя это и нарисовано все у нас получается вот такая такая собранная конструкция теперь мы начинаем это крепить на клопы в деревяшки с радиусом 20 сантиметров шагом 20 сантиметров в арест не докручиваю саморез не докручивается миллиметр до пластика если вы наглухо прикрутить это теплового расширения у вас наличник будет кривой значит при закручивании есть его один нюансик что все элементы вообще все элементы планок в сайдинге которые висят вниз вертикально закручивается следующим образом первое самое первое закручивается в самый верх сейчас откручу да вот сильно видно видно все остальные закручиваются уже в серединку как обычно вот в самый самый верху самый верх а так они закручиваются в середине для чего это нужно для того чтобы так как мы закручиваем не прикручиваем вплотную то есть она висит со свободно получается что если мы в серединку наверху закрутим а просто сползет а так она висит по сути на верхнем крепеже вот и не сползает вниз а а все остальные крутятся в серединку у нас зафинален первый этап работ это монтаж всех планок углов соединительных аж планок и обрамление окон без проемов с проемами такая история если проем будет устанавливаться дверь то обрамление элементами сайдинга не нужно потому что дверь у нее есть своя на ли свой наличник если у двери нет своего наличника тогда это делается из сайдинга здесь будут устанавливаться двери в которых есть наличники поэтому в данном случае двери там и тут не делаются сайт не делаются обналичкой из сайдинга сайдинг просто сюда подойдет вот и наличник двери это все закроет переходим к монтажу сайдинга монтаж сайдинга начинается с установки стартовой планки эта планочка за которую цепляется первая панель сайдинга вот она всегда выглядит беленькой светленькой значит высота установки такая отлив один сантиметр и планка то есть планка с отливом имеет щель в один сантиметр все мы устанавливаем вот лазерный уровень на ведерки на дощечке который светит нам вот этот как раз таки горизонт если вы будете отделывать свой дом вообще в принципе заниматься собственноручной отделкой обязательно купите лазерный уровень он миллион раз пригодится в данном случае здесь работы по монтажу сайдинга вот в нашем варианте когда есть два монтажника делятся следующим образом короткие панели один напиливает другой монтирует если панели длинные то нужно вдвоем то что просто ее колбасит и так далее один пилит 2 монтирует блин я пропустил ладно сейчас есть подцепим монтируется первая панель сайдинг устроен достаточно просто вот у нас имеется сам сама панель сайдинга и и она защелкивается за стартовую как бы вот трассы так ладно давай сейчас давай следующий закреп закрепим я покажу замок то есть что такое стартовая белая планка это отрезанный замок вот этот вот верхняя часть они идентичны то есть чего-то должно стартануть вот с такого с такого же замка и стартует покажи как монтируется сайдинг так легко это сбоку надо ты же ты же не заводишь ты же так защелкиваешь заводим видите у нас есть загогулина такая и он защелкивается то есть он держит мы его немножко немножко натягиваем к верху но не сильно натягиваем а просто вы чувствуете что он уперся сильно натягивать нельзя потому что сайдинг расширяется он должен быть в свободном состоянии вот и крутится видите не докручивая панель между клопом и сайдингом у нас миллиметр вот в монтаже сайдинга самое легкое то крутить сам сайдинг вот намного сложнее крутить планки замеряйте их особенно вот с окнами сделать разметку вырезать вставить а сам сайдинг монтируется очень быстро и недостаточно просто когда добавляет а а все георгий штамп крутит средней длины панельку здесь алексей крутит тоже средней длины панельку саморезы крутятся просто в каждую обрешетину который у нас находится на расстоянии 40 сантиметра ну вот друзья вот таким вот образом монтируется сайдинг зимних условиях то есть зимний монтаж сайдинга заключается в том что мы учитываем то что сайдинг это пластик и он от изменения температуры расширяется то есть летом он станет длиннее и если мы сейчас сделаем поэтому мы сейчас должны понимать что сейчас сайдинг находится в самом коротком состоянии и мы должны оставить ему зазоры на расширение если мы зазоры не оставим то летом все весь фасад пойдет волнами потому что он расширится упрется во что-то и начнет ее начнет сайдинг выгибать вот поэтому особенность зимнего монтажа заключается в том что зазором нужно уделять пристальное внимание вот друзья на сегодня это все задавайте свои вопросы по сайдингу здесь монтаж еще будет длиться два может быть три дня зависимости от погоды то что вчера был ливень вчера был пустой день ребята вышли один час поработали и начался просто жуткий ливень зима 2017 санкт-петербург вот сегодня у нас такой снежок хорошая температура поэтому мы работой продолжаем в общем здесь еще где-то мы три дня будем заниматься сайдингом поэтому задавайте свои вопросы комментариях будет возможность отвечу на вопросы по сайдингу на сегодня это все с вами был ошкарев андрей до скорых встреч будьте умными на зло всем бракоделом заказывайте строительство домов у нас посещайте наши курсы по строительству если хотите контролировать своих строителей или хотите научиться строить самостоятельно пока а а